Христос воскресе! Один из наших прихожан, англоязычный, Дэвид, носит имя в честь святого царя Давида и стоит, во-первых, поздравить его, а во-вторых, пожалеть, что наши еще не очень привыкли люди называть своих младенцев в честь Давида царя, или, например, Самуила царя, или Елисея, или Самсона. Этого не хватает. Ну и мы так сразу перейдем уже на прощание к Давиду. Кстати, вчера я читал, готовился к сегодняшнему дню и читал там разную информацию об почитании царя Давида в Церкви Божией. Да, так вот, пишут про один священник, который гибраист. Гибраист, то есть он знает еврейский язык, занимается переводами, преподает. Он говорит, что он был у патриарха Ильи в Грузии, и патриарх повел его в небольшой храм на берегу Куры, построенный во имя царя Давида, и сказал ему, у вас в русской церкви нет ни одного храма в честь царя Давида. И у нас не было. А вот теперь мы построили храм царю Давиду, именно пророку Давиду, потому что там у Грузии есть много святых с именем Давид, и у нас есть. А вот именно царю Давиду не было храма. И он попросил этого священника почитать там псалмы в этом храме на языке царя Давида. Прям взять Тегелим, эту книгу хваления еврейскую, и там почитать сколько можно эти псалмы. Действительно, у нас это большой пропуск в нашей церковной жизни, что у нас, например, нет ни одного храма пророка Иезекииля, поэтому его не читает никто. Нет ни одного храма пророка Исаии, его тоже не читает никто. Нет ни одного храма пророка Еремии, и поэтому оно остается все под спудом. Нам нужны храмы. Если Бог нам даст еще жизни, потому что так у нас часто справедливо кажется, что уже все идет к концу. Еще давно Петр сказал, что, впрочем, близок всему конец. И так уцеломудритесь и бодрствуйте в молитвах. Это навсегда сохраняет свою актуальность, это слово. Близок всему конец. Это правда. За это время столько поумирало людей, которых мы привыкли к ним, и думали, что не будет жить с нами долго, и моложе нас, и всякие-всякие поумирали. И сколько поумирает еще, и потом наша очередь придет. Близок всему конец. Но все равно, если мы будем жить дальше, нам нужны какие-то позитивные цели для всего народа, для церкви. Церковь – это соль. Соль народа. Если в народе нет праведников, нет молящихся Богу людей, нет людей, которые знают законы и исполняют заповеди, народ не нужен. Он тогда растворяется, ассимилируется, исчезает, его порабощают. А если в народе есть нерастворимое, неисчезающее ядро, которое составляют праведные люди Земли, тогда народ будет жить. Вот одна из целей будущего, может быть, кто-то здесь стоящий, кто-нибудь услышавший нас потом уже при помощи технических средств, когда разлетится слово уже по множеству людей, он что-то услышит и начнут строить храмы божии, пусть небольшие, не такие, как, допустим, наш большой храм, а пусть маленькие, пусть часовни, пусть такие на 10-20 человек, вот в честь Моисея, в честь Ильи, в честь Самуила, в честь Исаии, Иезекииля, Еремии, в честь царя Давида, нам это нужно, это будет красиво. И в этом храме, допустим, мы молимся в храме Василия Великого, ну, знаете ли вы, что нам нужно знать житие Василия Великого на ядь, просто чтобы от зубов отскакивало, чтобы любой, например, спросил тебя, ты в какой храм ходишь? В храм Василия Великого. Расскажи мне жизнь Василия Великого. Я понимаю, что я даже сам понимаю, что я многого не помню или не знаю, или в датах могу запутаться, но я вот сейчас здесь с вами говоря, я понимаю, что мы должны с вами знать перфектно житие Василия Великого, причем глубоко, основательно, со всеми, так сказать, подводящими и выходящими темами. Если, например, человек служит там в храме или молится, прихожанином является в храме семи мучеников эфесских, то есть седьмие отраков эфесских, я вправе сказать ему, назови мне имена седьмие отраков эфесских, а он, допустим, не помнит, говорит, ну как так, ну так нельзя. Или, например, человек там является прихожанином храма там Ивана Воина, говорю, а в каком году Иван Воин умер? А где его тело лежит? А в каком году он там действовал, там, что он сделал вообще интересного? И человек не знает. Ну как это так, надо знать? То есть, если ты, допустим, если меня зовут Андрей, я должен знать все про Андрея Первозванного, все, что могу. И там, и про Андрея Боголюбского, и про Андрея Рублева, и про Андрея Критского, Андрея Стратилата, я должен, в принципе, знать этих людей, они носили то имя, которое потом я принял. И также в этот храм Василия Великого нам нужно знать житие Василия Великого. Всем! И хорошо знать, потому что есть такой лайт-вариант такой, для всех, такой лайтовый, такой, да. А есть такое же богословское такое житие, со всеми сложностями церковной политики, со всеми там догматическими спорами, то, что простой человек, может быть, даже и не поймет, о чем там говорится, со всеми там генеалогией его, со всеми родственниками, со всей эпохой. Нам нужно знать перфектно житие Василия. Это как задача вам, между прочим. Скоро будет праздник Василия Великого. Надо нам это как бы восполнять. Если бы мы, например, молились в храме, скажем, там, Силуана Афонского, нам нужно знать все про Силуана Афонского. А если бы мы молились в храме Симеона Столбника, нужно все знать про Симеона Столбника. Ну, такая задача. Так вот, сегодня Давид, в нашей церкви нет ни одного храма в честь царя Давида. Хотя псалтирь мы любим. Хотя нельзя сказать, что русские люди не любят псалтирь. Народ Божий читает псалтирь и изучают наизусть, и многие считают необходимым знать наизусть не только 50-е и 90-е, что является просто непременным, так сказать, таким минимумом, который просто надо знать как отче наш. Живой помощи Вышнего и помилуй имя Божие. Но нужно знать и больше, нужно знать еще. И псалом, скажем, 145-й, 109-й, там они там мессианские, хвалебные, покаянные, просительные, там всякие, исторические. Вот, это наша задача. Потом напомню еще одну вещь, которую мы сказали на литургии перед Евангелем, после Евангелия, что 1 мая, если мы доживем до этого дня, то мы должны будем праздновать с вами не День международной солидарности трудящихся, мы должны будем праздновать День праведного Иосифа Труженика. И ради имени этого праведного человека нужно будет поминать в молитвах всех людей тяжелого труда, всех, кто спускается в шахты, всех, кто занимается геологоразведкой, всех, кто добывает нефть, всех, кто из-за руля не встает, дальнобойщик там сутками, значит, по дорогам там ездит, понимаешь, всех в строительстве работающих, на кране сидящего там, или арматуру вяжущего там, или бетон льющего, всех людей, у которых руки задубевшие, голоса хрипшие, лица обветренные, которые пашут как негры, понимаете, в хорошем смысле слова, значит, невзирая на то, что у нас БЛМ на дворе, пашут по-настоящему, настоящие мужики, понимаете, которые действительно ставят эти электроопоры высоковольтных передач, и потом тянут эти провода, и соединяют одно с другим, и потом запускают турбины, и пошла электрика туда, чтобы я побрился. В конце концов, так оно и получается. Чтобы потом, понимаешь, там женщина себе волосы плойкой завивала, а чтобы мужик, понимаешь, курил электронную сигарету. А они там пашут, действительно пашут, воистину пашут. И нам нужно посмотреть на них, потому что эти люди, а не креаклы, эти все эти понтовые пузыри мыльные, которые там, не эти девки, которые по подиуму ходят, там своими сухими бедрами трясут, там виляют, чем-то виляют, там вилять нечем, эти, значит, анорексички, там эти, значит, рекламируют новую тряпку брендовую такую. Не эти люди являются настоящими людьми. Хотя почему-то получается так, что эти вот странные люди, эти креаклы, которые голые по сцене прыгают, пропагандируют гомосексуализм, там, и открывают свои вонючие рты, значит, на все святое. Они получают огромные деньги. Они получают огромные деньги из-за рубежа и на родине. Так или иначе, они почему-то... А вот те, кто своей мозолистой рукой, понимаешь, там, заводит трактор на морозе, когда там, значит, все замерзло в нем, там эта соляра там уже холодцом превратилась, как бы, и вот они на морозе там крутят своими замерзшими руками, там эти, бортируют там колеса свои. Они получают копейки. Это великая несправедливость. И ее нужно исправлять. И если Бог не благословит, то никто ее не исправит. Так и будет, значит, какая-нибудь там болтливая сволочь, значит, будет сидеть наверху, а молчаливый работяга будет, значит, внизу замерзать, понимаешь, назад 500, 500 вперед и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Помните, Песовский пел песню про дальнобойщиков? Так что мы, если до 1 мая доживем, нам нужно будет, ну, в рамках нашего прихода, в рамках того, что мы можем распространить информацию по миру, кто нас там послушает, кто преклонит свое ухо к этому, нам нужно праздновать День рабочего человека, День верующего рабочего человека. Не просто рабочего, но верующего рабочего человека. Потому что это и есть святость. Работать и трудиться. И 1 мая будет, повторяю, если Бог даст нам жизни, мы будем молиться, совершать какое-то молебное пение, или крестный ход, или что-то там читать, воспевать, хвалить, просить Иосифа, чтобы он помогал нам, чтобы мы правильно смотрели на жизнь, чтобы мы не были лентяями, никто из нас, чтобы мы не стыдились, не боялись простого труда, не стыдились простого труда, и чтобы мы знали, что человек, который не работает, не должен есть. Такая кристально ясная идея из священного писания, которую лично Сталин ввел в кодекс, в число этих речевок коммунистических, потому что что-то из семинария в нем осталось. Некоторые вещи он понимал очень правильно. Кто не работает, пусть не ест. Нельзя есть даром. Надо заработать свой хлеб. Вот мы заработали свой завтрак сегодня, или свой обед тем, что мы помолились Богу, отстояли службу, выслушали Евангелие, напитались блажестной благодатью, захотели унести с собой в сердце что-либо, и будем по дороге размышлять о Господе, и будем думать о каких-то правильных вещах, и стараться их в жизнь завести. Это работа. Это тоже работа. Поэтому мы сегодня свой обед, или завтрак переходящий в обед уже заработали. А ужин еще нужно будет заработать. То есть каждый день нужно заработать свой хлеб. Нельзя есть хлеб даром. Нужно сделать что-нибудь доброе, что-нибудь правильное. Взял, например, псалтизм, прочел кофизму, садись ужинать, ты заработал. Или что-нибудь еще. Взял лопату, отгреб снег на улице, садись ужинать, ты заработал. Ну, короче, нужно работать человеку обязательно, чтобы не унывать, что работа спасает от уныния. Но и чтобы не хаметь, потому что хамы не имеют веры. Надо сдерживать себя в рамках достоинства и приличия и бояться Господа Бога своего. Ну и вот Давид наш сегодня, пусть почтится о Церкви Божией, потому что он учитель молитвы для всей вселенной. У меня временами даже возникает какая-то такая мысль, я никогда не был пастухом. Но я так не знаю, что еще будет дальше, уж не придется ли однажды стать этим пастухом, потому что слишком какие-то богатыми пастухи оказались. Авель пастух, Давид пастух, пастухам звезда вифлеемская, пастухам ангелы сказали слава Вышних Богу, сам Христос пастух, пастырь добрый. Пастухи какие-то святые получаются. Давид как бы от пастушества пошел наверх. Уже это может быть темой величайшей проповеди. Длинной и полезной. То есть он не искал царства, царство нашло его, награды нашла героя. Он не лез никуда, он пас овец и молился Богу, и все. А уже Бог, который правит миром, верите ли вы, что Бог правит миром? Или вы думаете, что масоны правят миром? Что тайные заговоры правят миром? Что миром правит государственный департамент Соединенных Штатов? Или какие-нибудь семь семей, в которых есть Ротшильды, какие-нибудь еще какие-то Шмотшильды? Может быть, вы думаете, что они правят миром? Должен вас разочаровать. Миром правит Господь. И только Господь. И больше никто. Как люди, выходившие из лагерей, которые пострадали от блатных, которые были замораживаемы морозом и изнуряемы трудом, которые висели на волоске от расстрела каждый день и подыхали от голода, которые прошли страшные ады земные, выходили оттуда и лучшие из них говорили, из тюрьмы я вынес чувство непоколебимое, что миром правит Бог и больше никто. Бог и только Бог. Бог правит миром. Поэтому не нужно искать высоких степеней. Не нужно лезть наверх и выпрашивать себе большие должности. Не нужно мечтать, что ты можешь, заняв чье-то место, эффективно на этом месте руководить процессами. Как сегодня вся эта сопливая, болтливая шулупонь, она кричит, вот я бы был министром, ух, я бы там, понимаешь, давайте этого снимем, а кого поставим? Ну меня, наверное. И я на его месте, знаете, как развернусь? О, вы жизни узнаете. Вот меня бы на место президента, ух, я бы там дал, понимаешь. Ну что за президент такой? Вот меня бы, вот меня бы вот сюда бы, вот меня бы вот сюда бы, ух, я бы тут, понимаешь, покомандовал. Это настоящие сумасшедшие. По-хорошему их нужно связывать в рубашки смирительные и давать им пилюлю, значит, через клетку из ложки. Потому что они больные, они просто не понимают ничего. Они вообще ничего не понимают. Ни того, что они глупые, ни того, что они гордые, ни того, что они пустые, как барабан. Они не понимают этого. А для того, чтобы залезть на самый верх, не нужно лезть на самый верх. Хочешь быть на самый верх, глянь на Давида. Давид сидел с овцами и дул в дудку или, значит, перебирал струны и молился Богу. И Бог же знает, кто где живет и чем дышит, и у кого какое сердце. И он, обзирая всю вселенную, нашел себе эту пульсирующую точку сердца царя Давида. Как маячок такой, знаете, такой спасательный маячок такой. Ищет, ищет, только не может найти. Раз, нашел. Бог чем занимается вообще в мире? Он ищет достойных людей. Искал, 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 не нашел. Говорит, ну Господи, ну что же ты там дал такого тупого начальника? Говорит, да я искал лучше, но не нашел. Самого лучшего вам послал. Это лучшие из лучших. В сегодняшнее время это лучшие люди. Ну бывает же так, бывает. Господи, ну что ж такое, нет ни одного, ни святого, ни чудотворца, ни прозорливца, ни какого-то духоносца, значит, ну нет, полная нищета духовная. Ну вот такое время настало. Такие вот мы нищие, больше никого нет. Я вам лучшего нашел, лучшего поставил. Больше не ищите. Их Бог ищет людей, ищет, ищет, ищет. Их пум-пум-пум-пум. Забилось сердечко такое. Сердце нашел. Он нашел сердце царя Давида. Говорит, нашел я мужа по сердцу моему. Не потому, что он был смелый. Он был смелый. Он драться умел, драться любил. И хотел выйти там, не имел страха в душе, когда выходил один на огромного человека. Если бы там было поменьше, но побольше, он бы тоже вышел бы один на семь, один на восемь. Он умел драться и любил драться, и не боялся. Имел храброе сердце. И Бога любил. И вот он только за медведями гонялся, которые пытались овцу утянуть у него из стада. Вот это вся его тревога была. Только медведя догнать и медведя навалять. Потому что он бил их, он рвал им пасти, вынимал эту овечку драную из пасти волка или медведя, еще давал им на прощание, на память. И они битые уходили в лес. Он был сильный, реальный мужик, смелый, харизматичный, молился и дрался. И сохранял своих овец. Это же Христос. Это же образ Иисуса Христа. Христос же пастрый добрый. Он же не дает своих овец в зубы попасть волку. Он же бежит, дерется за каждую овцу. Он хочет спасти каждую душу. И он молится, воспевает, хвалит, бережет своих овец и никого не боится. Это сын Давидов. Иисус, сын Давидов. Здесь можно в принципе и заканчивать. Если хотите вверх подняться, пасите овец и пойте псалмы. Или пилите дрова, как Иосиф, и пойте псалмы. Или там возделывайте огород, сажайте клубнику, редиску, что там подоспело по времени, и пойте псалмы. Работайте своими руками и пойте псалмы. Если сердце ваше готово подняться выше, Бог непременно вас заметит. Он видит твое пульсирующее сердце, молитвенно такой двигающийся. Он придет к тебе, заберет тебя и поставит тебя повыше. А сам не лезь, никуда не лезь. Никого не подсиживай, никому не завидуй, не пытайся залезть выше своей головы и никогда не думай, что если бы я был вот там бы, вот-вот, то я бы, конечно, бы лучше бы командовал. Шиш, дули, никогда в жизни. Это бесовская мысль в дурной голове. И голова дурная, и мысль бесовская. Нужно быть спокойным и упрямым. Нужно делать свое дело. Трудиться и молиться. Ора, эт лабора. А вот дальше все, что там с Давидом было, и про Мелхолу, и про перенос ковчега в Иерусалим, и про желание построить храм, и про преследование Саула за ним, как он дважды мог его убить, но не убил, Давид Саула. Отрезал ему одежду от края, значит, площадка, и копье у него вынимал у изголовья, потому что любил помазанника Божьего и боялся не руку поднять. Как он стал царем иудеек, как он сумасшедшим притворялся. У него же было такое, что он сумасшедшего из себя изображал, чтобы не убили его. Как он бегал по горам со своей, в общем-то, бандой соратников. Это была просто банда. Банда людей, которые нападали на этих, на тех, на этих, на тех. Как он у филистимлян жил, у заклятых врагов Израиля. Он у них спасался от царя Саула. Как он воцарился над домом Израиля и процарствовал он с 30 до 70 лет. 40 лет был царем над Израилем. Как он воевал. Какие у него там были женщины, перипетии с ними. Какой был блуд и покаяние. Как он людей пересчитал и дрогнуло сердце в нем, что он прогневал Бога. Как он собирал построить храм, но не дал ему Бог. Он только успел собрать дерева кедровые, золото, чертежи сделать, денег набрать. А руки в крови, храм не построишь, он сыну своему завещал. Но сыну как бы Соломону от чужой жены, то есть это в общем такая хитрая линия такая родословная. В общем, как закатилось солнце в Израиле, как он умер, как его там молодыми девушками обкладывали, чтобы они теплом своим согрели его умирающее тело. Там миллион интересных вещей. Там вся жизнь просто песня. Потому что он и певец, и бандит, и хитрец, и пророк, и молитвенник, и вообще и блудник. И кающийся блудник, и великий царь, и завоеватель, и наказатель, и каратель, и кто хочешь. Это вообще что-то такое совершенно гениальное. И в какие-то моменты он выходил из себя и над собой, и Бог поднимал его выше того, что он был. И в это время он пел псалмы. Эти псалмы мы поем до сегодняшнего дня. И знаете, что еще нужно нам? Нам нужно как можно больше изучить псалмов на память. Нужно знать псалом первый, блажен муж, и жени динасовет нечестивых. Нужно знать псалмы литургийные, 102 и 145. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сезилой. Это 103 вернее, псалом творения мира. И 145. Хвали душе моя Господа. И 33, который мы поем постоянно. Благослови душе моя Господа, восхвалю Господа. В смысле, благослови душе моя на всякое время. Да. Выну хвала Его в устех моих. Это все, все, все нужно в себя запихивать, возлюбленные. Потому что, в конце концов, душа наша, это и есть музыкальный инструмент, на котором Дух Святой хочет, перебирая струны, спеть новую песню. Значит, там есть такое в псалмах. Поите Господу в псалтире десятострунном. Добре пойте Ему со восклицанием. И вот представьте себе некую маленькую арфу, такой, небольшой такой струнный инструмент, на котором десять струн. И представьте себе, что это человек. Пять струн, это пять чувств души, тела. Это осязание, обоняние, слух, зрение, вкус. А пять других струн, это силы души. Там память, воображение, воля, совесть, значит, так далее. Значит, и вот эти десятострунные псалтирь, это я и ты. А Дух Святой это музыкант. И Дух Божий, если прикоснется к человеку, то нужно, чтобы человек воспел Господу песню новую. Чтобы мы, как чистый инструмент, позволили Духу Святому сыграть на нас какую-то мелодию. Если хотите. Это такая богословско-музыкальная мысль. Почему в Церкви Божией, у нас в Церкви, в Христовой Церкви, в Православной Церкви нет музыкальных инструментов? Иногда они очень приятно звучат. Если я бываю в католических храмах, я слушаю орган, у меня никакого не возникает отторжения. Ну, хотя бы потому, что орган придумали в Византии. Орган придумали в Византии. Это византийское изобретение. И вначале орган играл в византийских храмах. А колокола придумали на Западе. Кампаны и звон. Но на Западе они как бы так, они тоже там есть, но у нас как бы их любят больше, там этот малиновый звон. Малин – это город Германии. Малиновый звон на заре. Малин – это город германский. Это все придумали там. В Кампане это провинция Италии. Там одному преподобному было видение, как колокольчики звенят, значит, с ветром качаемые. И он сделал такую железную такую ту самую с языком такой. И вот возникли колока. Так что у меня нет никакого как бы здесь противоречия. Это все хорошо. Но в православной церкви у нас нет музыкальных инструментов. У нас нет такой литургии под гитару. И не будет. Это не наше. Мы такого не сделаем. А почему? Потому что мы с вами сами музыкальный инструмент. Вот это поймите. Когда мы Давида хвалим, то он говорит «воспойте Господу песню новую». Что такое новая песня? Это песня с новым текстом на новой мелодии? Нет. Это песня нового человека. Если вы будете новым человеком, или я буду новым человеком, я запою Богу новую песню. Дух Святой сам через меня пропоет ее. Он научит мою душу вибрировать таким образом, чтобы через меня воспелась Богу мелодия какая-то. Это смысл спасения, сатериология. Музыкальная сатериология. Есть ударные инструменты музыкальные, есть струнные, струнные щипковые, струнные смычковые, есть духовые. В принципе, больше ничего нет. Ударные всякие барабаны, талитары, тарелки, струнные. Это и пианино, потому что по нему ударяют клавиши, по струнам же ударяют эти молоточки. Это и скрипка, это струнные смычковые, это гитары, мандолины всякие, это струнные щипковые. Струны, бум-бум-бум-бум, барабаны и духовые. Значит, там труба, флейта, кларнет, орган, это духовые, клавишно-духовые. Так вот, в человеке все это есть. У нас есть легкие, а они работают как мехи органные, то есть они работают по тому же принципу. Они набрали воздух, выдувают его, и мы этот воздух модулируем для речи и для пения. То есть это готовый духовой инструмент. То есть у меня и у тебя есть орган. Пожалуйста, дуй, дуй Богу во славу любую песню. Тадеум, глория. Значит, у нас есть язык, который бьется ритмично о нёбе, о зубе, о губе. И мы сложно выделяем слова благодаря языку. Отрежьте язык человека, он не будет разговаривать, он будет мычать и не разговаривать. Выберите зубы человеку, он будет смешно говорить, потому что языку нужны эти препятствия, зубы и губы, для того, чтобы выдыхаемый воздух при помощи ударного инструмента выделялся членораздельно, и мы понимали, что он говорит. Это наш барабан. Язык – наш барабан. Барабанная палочка. Это орган, это барабан, а наши голосовые связки – это струны. Поэтому все музыкальные инструменты есть в человеке. Поэтому нам не нужны больше ни гитары, ни ударники, ни бас-гитары, ни скрипки в храме. Ничего не нужно. Человек есть. Если человек обновил своё сердце, то на нём исполняются слова Давида «Воспойте Господу песнь новую, хваление Божие в церкви преподобных, да восхвалится Израиль о сотворшем его. И сынове сионе возрадуются о царе своем». Значит, нужно петь Богу. Поите Богу нашему, поите, поите цареве нашему, поите. Не поите что-нибудь, не поите как-нибудь, поите псалтирь, как говорит апостол Яков. «Кто из вас скорбен, пусть молится, а кто весел, пусть поёт псалмы». Так прямо написано в нашей новозаветной Библии. Кому плохо, пусть молится, то есть помоги, спаси, защити, а кому весело, пусть поёт псалмы. Чтобы их петь, не нужно закончить Гнесинку или какое-нибудь ещё музыкальное заведение, нужно иметь очищенное сердце и желание воспеть Богу петь новую. Все инструменты у вас. Человек – это вообще Вселенная, в нём всё есть. В нём вообще всё есть. Всё, что есть в море, есть в человеке. Всё, что есть в космосе, есть в человеке. Всё, что есть в культуре, в музыке, в архитектуре, есть в человеке. Всё в человеке есть. Главное, чтобы он был верующий, покаявшийся и благодатный. Так что в День памяти Иосифа мы сказали про Иосифа и в День памяти Давида мы должны набраться желания петь Давидовы учиться у Давида молиться. То есть вы, например, когда будете, вот Давид у нас на дверях диаконских нарисован, можете вот глянуть на него, скажите, царь Давид, научи нас молиться. Это будет самая хорошая к нему молитва. Царь Давид, научи нас молиться. Там Соломон премудрый, дай нам чуть-чуть премудрости. Моисея Великий, спаси нас от всех бед, как ты евреев спасал. Царь Давид, научи нас молиться. А про Иосифа вы слышали, что сомнения перетерпел и нас от сомнений сохрани. Нужды телесные Христос имел, ты послужил им и нашим нуждам послужи. Матерь Божию защищал и нас защити. Ну, в общем, слушайте, все есть. Вот, вооружившись этими святыми знаниями, с радостью уходите по домам. Богу нашему слава, всегда на ней присно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok